Дорогие друзья, те кто здесь, те кто смотрят, телезрители, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Божий шалом, Божий мир придет в ваши сердца, придет в ваши ситуации, пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Название темы будет «Служение в помазании». Мы призваны в жизни, как верующие, к двум функциям. Поклоняться Богу и служить Ему. Мы не призваны Богом на работу. Ходить на работу и делать работу, и делать работу, и делать работу, и служить Ему, и служить Ему. Мы, служить Ему, мы призваны, во-первых, поклоняться Богу, быть с Ним, насыщаться с Ним. Вы смотрите, когда блудный сын пришел, младший сын, вернулся в отчий дом, отец не взял его на работу, сказал, давайте его переоденем в рабочую одежду и пошлем его, чтобы он отрабатывал теперь все деньги, которые он потратил. Нет. Он сказал, давайте устроим праздник, давайте устроим теперь ликование, соберем соседей, сделаем пир. Его переодели в самую лучшую одежду. Отец приказал рабам своим и сказал, принесите лучшую одежду, заколите не просто курочку, а теленка. Вы знаете, это масштаб любви Божьей, это проявление, это характер, проявление той радости, которая в сердце Отца. Вы знаете, что Бог, Он сам по себе, самодостаточный, Он находится в радости. И в то же самое время Он грустит по тем сыновьям и дочерям, которые еще живут в этом мире без Него. И написано, что этот отец, он выходил на дорогу и всматривался, не идет ли его сын. Там написано, что увидев еще издалека, понимаете, отец наблюдал, в это далеко смотрел, в этот горизонт. Может быть, он выходил туда несколько лет, и все было безрезультатно. И вдруг он увидел, что к нему кто-то, фигурка появилась, возвращается. И как только он увидел, он побежал навстречу. Он принял его с целованием. Это нежность, это любовь Божья. И поэтому я говорю, что мы призваны не просто служить Богу, мы призваны поклоняться Богу. Вот я вам скажу, что когда блудный сын пришел к отцу, с этого момента, как человек встретился с Богом, это и есть макет поклонения, целования, обнимания. Он обнимал своего сына, целовал с любовью. Понимаете, тут же приказал переодеть его, заказал праздник сразу. Говорит, давайте станем есть, веселиться, общаться. И знаете, в Библии написано, что они стали есть и веселиться. Они с Богом, представьте, человек с Богом начал веселиться. Мы всегда представляем почему-то себе Бога грустного, что с Богом надо плакать, с Богом грустно, нужно серьезные лица делать. И знаете, бывает так, что по сути, по характеру человек может быть веселый. Но когда он входит или в церковь, или знаете, начинает молиться, он делает такое серьезное лицо. Уп, знаете, такой святость, святость, святость. В Библии говорится, что Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Радость во Святом Духе. Несерьезность во Святом Духе. Непечальное лицо во Святом Духе. Радостное лицо во Святом Духе. Радость. И знаете, мы иногда не умеем радоваться. Тем более, потому что нам представили Бога серьезным. Конечно, Бог серьезный. А как еще? Он Господь всего. Он законодатель и судья. Он творец всего видимого и невидимого. Конечно, Он серьезный. Но Он и радостный. Вот вспомните свои школьные годы. Помните, какие учительницы были в классе серьезные и строгие? И мы думали, о-о-о-о, какая серьезная тетя. Это же тетя серьезная, которая учила, ставила там оценки какие-то, проверяла работу. Там, знаете, была строгая. Она же, эта же женщина, приходя домой, могла смеяться, могла с детьми своими шутить, понимаете, ходить на свидания с мужем и так далее. Она была другой, понимаете. Есть момент, когда действительно нужно быть серьезным. Но мы видим, что отец, когда увидел сына, принял его здоровым и живым. Он радовался. И написано, не просто отец радовался, а сын такой, так и стоял, его совесть так и мучила, и мучила, и нагибала прямо. Ой, ему так стыдно, ему даже отцу было в глаза не взглянуть. Написано, что они оба стали веселиться. Они оба стали веселиться. Это результат. Это, я скажу так, это цель прихода человека к Богу. Не просто прийти к Богу с грехами, с грехами и с грехами. Конечно, мы приносим грехи, потому что мы от них деться сами не можем. Их должен забрать Иисус и дать нам праведность. Но цель прихода человека к Богу – это радость. Это радость во Святом Духе. Это когда тебе хорошо. И когда ты общался с Отцом, когда ты наполнялся Его любовью, ты вкушал Его пищу, тогда, конечно же, после есть задание. Ты не можешь удержаться, потому что ты еще не на небесах. Ты еще на земле, где есть еще люди, которые предназначены ко спасению. Им просто не донесли письмо. Извещение не пришло. Вы знаете, что есть люди, которые будут спасены, но они еще находятся, как бы, они могут быть хорошими людьми, но они еще находятся под властью сатаны, они еще находятся в царстве тьмы. То есть в неверии находятся, в неверии в Бога. И кто-то из детей Божьих, вот для чего отец, оставляет своих детей, не забирает в день покаяния, а оставляет их на земле. Он говорит, ты придешь на небеса, но чуть позже, через 40 или 50 лет. У каждого по-разному. Кто-то через год, кто-то через день. Мы не знаем. Но цель отца, когда он спасает человека на земле, в ходе его сердца, еще через него влиять на этой земле. Влиять так, чтобы передавать им извещение, любовь отца, другим людям, которые верят. А, которые еще не верят в него, но Бог знает, что когда они получат это извещение, они обратятся к нему. Вот для чего мы здесь оставлены. Для того, чтобы общаться с Богом, вкушать Его любовь, Его милостью наполняться. И потом, Бог мог бы влиять через нас на земле. Поэтому, давайте прочитаем Матфея, Евангелие Матфея, 4 глава, 10 стих. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Дьявол покусился на поклонение, потому что, и знаете что? Два предыдущих искушения Иисуса, потому что Иисус проходил тест, тестирование, скажем, сдача на лицензию, на права, духовная сдача лицензии, чтобы получить легальное право служить в помазании. Это то, о чем сегодня будем говорить, проповедь, служение в помазании. Иисус должен был получить, как бы сдать экзамен. И к нему был допущен, прямо к нему лично был допущен сатана искушать его. Иисус отказался от всех предложений сатаны. И знаете, сатана, он ничего Иисусу, вот из первых двух искушений, он не давал. Он вначале сказал, если ты голоден, ты просто сделай, вот сделай из камней хлебы и покушай. Дьявол ничего не давал Иисусу. Потом он говорит, тебе нужно доказать, что ты сын Божий, тебе нужно мне доказать, и потом всем людям, тебе нужно доказать, что ты действительно сын живого Бога, броситься с крыла храма, с крыла храма, то есть с большой высоты, броситься вниз, чтобы проверить, ты ли это сын Божий. Потому что о сыне Божьем написано в псалме, что ты не приткнешься, а камень ногой у своей, ибо ангелом заповедует хранить тебя на всех путях твоих, и ты не приткнешься, а камень ногой у своей. Дьявол процитировал это местописание из Библии, Иисусу. Иисус сказал, не искушай меня. Смотрите, дьявол ничего не дает Иисусу. И когда он понимает, что Иисус просто не ведется на его предложение, тогда он начинает покупать его, он старается предлагать ему цену. Как мы знаем, например, есть в спорте продажа, можно купить, например, игрока какого-то, какого-то клуба за 20 миллионов, у каждого своя цена. Вот он играет за этот клуб, приходит кто-нибудь, человек какой-то, говорит, я хочу купить этого игрока, назначает цену и покупает. И теперь этот игрок работает на этого хозяина. Вот дьявол все хотел бы покупать. Да вот не получается у него купить Иисуса. Дьявол может купить звезду, эстрады, киноиндустрии, разную, он может политика купить. В принципе, то, чем он и занимается. Он покупает людей, предлагая им что-то. С Иисусом у него это не прокатило. Смотрите, что делает дьявол с Иисусом. Он хочет его купить. И он говорит, все царства мира, вот-вот, когда пошло предложение, когда речь зашла о поклонении. Он говорит, все царства мира, Иисусу славу их, я отдам тебе. Вот, когда дьявол хочет отдать, когда ты падше поклонишься мне. Признаешь меня своим Богом. И тогда Иисус ему говорит, Иисус дает отпор. Отпор конкретный дает. Потому что Иисус стоит на Слове Божьем, и он говорит то, что написано. Не то, что он чувствует, не то, что он понимает. Ты с дьяволом не можешь говорить на основании своих чувств, своего понимания. Единственное оружие, как ты можешь дьяволу дать ответ, это сказать, написано, вот как Иисус говорит, написано, Господу, Богу твоему, поклоняйся, и ему одному служи. Мы призваны к двум функциям. Поклоняться Богу и служить Богу. Наполняться Богом и потом отдавать, служить и отдыхать. Я бы сказал так даже, отдыхать и потом служить качественно. Как Иисус, уходя на гору, он оставался там один. Что он там делал? Он шел домой, он шел в присутствие Бога. Он находился, и там он заряжался для следующего дня. Он отдыхал в любви Отца, в общении. Поэтому его служение было очень эффектное, эффективное. Настоящее служение Богу вытекает из настоящего поклонения Богу. Друзья, братья и сестры, если кто хочет служить Богу, вы очень горите служить Богу. Запомните одно. Бог не нуждается в служении рук человека. Он не нуждается. Деяние 17 глава об этом говорит. Бог принимает единственное служение. Если ты хочешь Ему служить, тебе нужно служить в помазании. как это делал Иисус. Иисус мог бы служить от рождения, как Он родился, в два годика, но Он не служил до 30 лет. До того момента, когда Дух Святой сошел на Него, когда помазание пришло на Него. И Он тогда сказал, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Вот теперь я могу служить другими словами. Теперь помазание на мне сила Святого Духа. Потому что трудности, проблемы, которые верующий может сталкиваться в служении Богу, они бывают нечеловеческие. Они бывают настолько большие, огромные и неразрешимые, что твоих ресурсов не хватит. И тебе нужно помазание, чтобы служить Богу. А помазание это сила Святого Духа. Как и в предыдущей теме было сказано, что взаимодействие со Святым Духом. Почему нам нужно взаимодействовать со Святым Духом? Потому что мы без Него не можем служить Богу. Это будет служение рук человеческих. Это будут наши способности, в которых Бог не нуждается. Помазание это духовная невидимая сила. Помазание похоже на электричество. Только электричество это невидимая физическая сила, а помазание это невидимая духовная сила. Написано, Иисус, когда к Нему прикоснулась женщина, которая страдала кровотечением, у нее была страшная болезнь, она с верой прикоснулась к Иисусу, что Иисус почувствовал сам в себе? У Него вышла сила. Видите? Сила. Он почувствовал сам в себе, что понимаете, вышла из Него сила. Что исцелило женщину? сила. Помазание. То, что не могли сделать деньги. Знаете, что? Эта женщина страдала кровотечением 11 лет. Она что, не тратила деньги на лечение? Написано, что она все свои деньги потратила на лечение. Знаете, бедные не ходят по больницам, потому что у них нет денег. Чтобы ходить по больницам и платить за все, в те-то времена не было бесплатного никакого лечения. Тебе нужны были деньги. Это говорит о том, что у этой женщины были деньги. Возможно, она была состоятельная женщина. И она потратила все свои деньги, чтобы решить эту проблему. Болезнь. Смогла ли она ее решить? А написано, что она пришла еще в худшее состояние. Деньги не могли справиться. Мы иногда думаем, деньги решают все. не все. Есть вещи, где они бессильны. Человек готов отдать любые деньги, чтобы его родной или родственник или близкий не умер. Один богач сказал, я могу купить весь этаж больницы. У него брат умирал, рак мозга был. Я, говорит, могу купить весь этаж больницы и всех врачей. Но это не спасет моего брата, понимаете, у которого рак головного мозга у него есть деньги. А рак не уходит благодаря деньгам. Ты можешь продукты купить благодаря денег, а рак не уйдет благодаря деньгам. Написано, что эта женщина искала выход и не могла найти. Но она говорила в сердце свое, а когда написано вот так потом, что когда она услышала об Иисусе, то встала и пошла и внутри себя говорила с верою. Если я хотя бы прикоснусь к краю одежды, я выздоровею. Она шла и бубнила это, она шла и пророчествовала. Знаете, что, то, что мы говорим исполнится в нашей жизни. Будьте внимательны то, что вы говорите. Если вы говорите негатив, вы разрушите свою жизнь. Вы получите то, о чем вы говорите. Если вы говорите позитив, вы говорите благословение на свою жизнь, у меня будет все успешно, я буду процветать, я буду служить Богу, я буду ходить в радости, я буду исцелен, я исцелен ранами Иисуса. И вы знаете, что эта женщина, она пророчествовала, исповедовала Божье исцеление, она адаптировала ее. Знаете, что, это как бы кажется нелогично. Знаешь, у тебя кровотечение, и ты ходишь и говоришь что-то, просто представьте, думаешь, ну что общего, надо лечить, а не говорить. Нет, поймите, что это была неизлечимая болезнь. Она пробовала лечить ее, она что, не пробовала, она пробовала, не помогло, хуже стало. И в этот момент, когда она касается краешка одежды Иисуса, из него выходит сила, вот что ее исцелило, помазание. Вот в чем должен ходить христианин. Он, во-первых, если хочет служить Богу, если ты хочешь служить Богу, мы думаем, что Богу нужно говорить, говорить, уметь проповедовать. Есть люди, которые не умеют проповедовать, но они эффективно служат Богу, потому что через них идет помазание. Слушение Богу не заключается в красивых словах, у тебя может быть топорная речь, у тебя неправильно могут стоять предложения, ты можешь говорить без интонации, но самое важное в жизни служителя, это чтобы через тебя текла сила Бога. Вот как через Иисуса, Он оставил нам пример, Он не показал нам недосягаемое, наоборот, Он сказал, а что сказал Иисус? Давайте мы прочитаем, Деяние 1.4. Когда Иисус умер и воскрес, Он собрал Своих учеников, Он говорил в них, Он вдохновлял, Он говорил, что да, вы будете на небесах, сейчас ваша задача эффективно служить и разнести Евангелие по всей земле, исцелять больных, воскрешать мертвых, очищать прокаженных, благовествовать нищим. И смотрите, что Иисус говорит здесь, Деяние 1.4. И собрав их, Он повелел не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Мы говорим, в чем секрет, в чем секрет христианина? Вот, вам нужно ждать обещанного от Отца. О чем вы слышали от Меня? О чем вы слышали от Меня? И дальше мы читаем 8 стих. Опять Иисус говорит, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края Земли». Многие люди, верующие, они как бы глядя на себя, на свои способности, на свои ресурсы, они говорят, я не способен служить Богу. Послушай, где написано здесь, что у тебя должны быть какие-то способности? Где? Тут написано, что ждите силу, и вот тогда идите проповедовать. Тут не сказано, вот если ты умный и хорошо закончил школу, только ты можешь служить Богу. А вот давайте теперь представим, что Петр не закончил школу, апостол Петр, да? Ему строят такие храмы величественные, там, чей-то храм это храм Святого Петра. Понимаете? Он школу не закончил даже, но так проповедовал, такая сила через него текла. Послушайте, это хорошо, образование это хорошо, но это абсолютно разные вещи. Интеллект и помазание Святого Духа абсолютно это, знаете, это сравнивать так, небо и землю. Это разница. Есть земля, есть небо. Есть наши способности, есть Божьи способности. Я сегодня хочу сказать, я знаю, что люди, которые смотрят здесь, находятся в разных городах, в разных странах, вы находитесь там, за пределами, я даже не знаю, где вы находитесь, и именно там Бог хочет через вас действовать, чтобы сила Божья текла через вас, и она будет решать проблемы людей. Мы иногда думаем, что человеку сказать, как к нему правильно подойти, как бы нам, как бы нам, как бы нам, ему нужна сила, ему нужно познакомиться с силой. Это хорошо, если мы умеем разговаривать, но я вам скажу, больше таких людей, которые не очень-то умеют разговаривать, грамотно, правильно, культурно, тактично, но мы все призваны, мы все, кто верим в Иисуса Христа, в живого Бога, мы все призваны ходить в силе Святого Духа, иначе нам тогда нет смысла называться христианами, потому что корень этого слова Христос, то есть помазанник, извините меня, если ты христианин, тебе нужно быть помазанником, если ты вдруг объявил всем, одел форму футбольную, допустим, взял мячик, ну все понимают, значит, что ты футболист, ты просто представь, ты такой побежал, даже по мячу не попал, промахнулся и полетел кроссовок вместо мяча, понимаешь, или забил гол вообще куда-то в свои ворота, есть люди, которые кажутся правильными, кажутся святыми, у них такая внешность, как Иисус говорил, имеют вид благочестия, силы Его отекшиеся, отказались от Его силы, они такие сделали правильные лица, такие святые лица, одели длинные одежды, а Иисус говорит, я-то вижу вас, и не только внешне, я же вижу вас внутри, в вас нету моей силы, и вы не мои дети. Человек, в котором нету Святого Духа, не является ребенком Божиим, он является творением Божиим, но с того момента, когда мы принимаем Иисуса Христа, наш рождается Дух. Благодаря Святому Духу рождается наш духовный человек, и таких Бог считает детьми Божьими, те, которые приняли Иисуса Христа. А мы надо думать, что бы сделать для того, чтобы угодить Богу? Тебе нужно, во-первых, принять Иисуса Христа, поверить в Него, потому что, когда Бог явился на горе Преображения, там был Иисус, Иоанн, Иаков и Петр. И потом пришел этот Илья, Моисей, они разговаривали с Иисусом, они пришли из духовного мира, с Царства Божьего, они ему говорили об исходе, что Иисусу должно пострадать, ему нужно заплатить за грехи всех людей и так далее. И потом они исчезли, они ушли к себе домой, остался Иисус и голос с небес, голос с небес, это Сын Мой возлюбленный, в Котором все мое расположение, мое благоволение, Его, слушайте, взаимодействие с Духом Святым приводит к служению в силе Святого Духа. Дорогие друзья, если мы служили Богу просто от своих талантов, от своих способностей, вдруг нам желание пришло, нам нужно пойти дальше, нам нужно выйти за рамки, нам нужно выйти за ограничения человеческие, нам нужно выйти из лодки, нам нужно возревновать о силе. Представь, ты простой человек и через тебя может течь сила Божья. Когда ты будешь сталкиваться с неизлечимыми болезнями, с проблемами, ты точно будешь уверен, что уж кто-кто, ты им не поможешь. Но в то же самое время ты будешь знать тот, кто в тебе способен решить эту проблему. Вот почему так просто все было в жизни Иисуса. Потому что сила. Вот почему Вартимей стал видеть, он у него открылись глаза. Вот почему Лазарь вышел из гроба живой. Понимаете, можно вытащить из гроба, а он будет мертвый. О, этот живой был. Вот почему он бесов мог изгонять. Сила. Сила. Если на тебе нету силы, а у ада, к сожалению, есть сила. У бесов есть сила. Они связывали этого человека, которым был легион, и он мог рвать цепи. Скажите, кто сегодня способен рвать цепи? Этот рвал цепи. Ему связывали руки, он просто как нитки. И люди все стороной обходили. И для решения вот этой проблемы твоей аналитики, здравого твоего рассудка не хватит. Ничего не хватит. Туда Иисус пришел, приплыл, исполненный Святого Духа и выкнул из него этих демонов. Физически ничего не было. Он просто сказал, выйди и войди во свиней. И три тысячи свиней утонуло в море. Свиньи пострадали, но не человек. Служение Богу всегда должно осуществляться в помазании. То есть Божьей силы. И здесь каждый верующий в Иисуса Христа может иметь эту силу. Вот радостная новость в конце проповеди. Каждый верующий в Иисуса Христа написано это обетование вам, детям вашим и всем дальним. то есть нам кого не призовет Господь всем кто верит в Иисуса этот подарок лежит. Вопрос я в курсе об этом подарке. Я его принял а я его развернул а я им пользуюсь. Послушайте если тебе подарили телефон ты можешь просто носить свой телефон просто ходить с планшетом своим а кто-то берет и планшетом пользуется. Мне подарили планшет я пользуюсь а я мог бы просто дома протирать пыль с него. Нет я проповедую пишу проповедю туда. Понимаете можно иметь силу допустим но никогда ее не реализовать для того чтобы больше и больше и больше силы было в твоей жизни тебе нужно отдать сначала то что у тебя есть. Реализовать это сталкиваться с проблемой помазание действует там где есть противостояние там где есть тьма там действует эффективно свет поэтому возревнуйте о помазании возревнуйте о силы Божьей ваша жизнь преобразится вы увидите совершенно другую жизнь в вашей же жизни и вопрос так что же делать молись молись и жди молись и жди молись и проси у Бога силу будьте благословенны